Здравствуйте, уважаемые гости моего канала! Сегодняшний наш разговор будет об одном из древнейших племен старшего жуза Суан, испокон веков населявшем ЖТСУ, который впоследствии стал местом зарождения казахской государственности и казахского народа. Сразу же нужно отметить, что племя Суан сыграло активную роль в формировании не только казахского народа, но и монгольского, а также киргизского народа. Из множества теорий и версий о происхождении Суанов наиболее популярными являются две теории. Согласно одной из них, Суаны являются одним из родов монгольского племенного союза Нерун, обитавших на территории внутренней Монголии и, согласно сокровенному сказанию монголов, ведут свое происхождение от одного из трех сыновей легендарной прародительницы монголов Алан Гуа, прямым потомком которой является также легендарный Чингисхан. По второй версии, казахскому Шижре, легендарным родоначальником Суанов, а также наиболее близких к ним племен албанов, является Жархшак, сын знаменитого военачальника и бия эпохи Золотой Орды Байтбека и его младшей жены Домалах-Ана, которая была дочерью известного суфия, смотрителя мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, шейха Мизамбека. Впоследствии Жархшак стал советником правителя Ташкента, позже был назначен наместником Житсу, а затем и главным визирем хана Могулистана Есенбугли. Но какое бы происхождение не приписывалось Суанам, общеизвестно одно – Суаны – один из древнейших казахских племен с богатейшей историей. Причем особо хочется подчеркнуть именно местное происхождение данного племени. Так, например, если многие казахские племена в прошлом проживали либо сформировались на территории других регионов, то племя Суан всегда проживало на территории Житсу. Если же перейти к историческим источникам, первые сведения о племени Суан под названием Чубань относятся к началу IV века н.э., когда постоянно кочевавшее племя Суан становится одним из влиятельных родов племенного союза Жуанжуани, в составе которого в 330 году принимает активное участие в образовании мощного Жуанжуанского государства, правитель которого в 402 году присваивает себе титул Каган, что на китайском языке означало император. Так, в Великой степи впервые появился новый титул правителя, и Суаны стояли у истоков первого в мировой истории Каганата. Жуанжуанский Каганат был огромным государством. На западе его границы дошли до Карашара, на востоке до владения Чаосянь, на севере они охватывали песчаную пустыню и доходили до верховьев реки Амур, на юге до Великой пустыни Гоби. Под властью Жуанжуани оказалась не только территория современной Монголии, но также Северный Китай, Житесу, Восточный Казахстан, часть Северного Казахстана и Южная Маньчжурия. Причем наместником Кагана в Житесу становится правитель Суанов. Одновременно некоторая часть Суанов принимает активное участие в создании государства Юебань в Центральном Казахстане. В VI веке Жуанжуанский Каганат и государство Юебань были разгромлены воинственными племенами тюрков, а многие Жуанжуанские роды были включены в состав тюркского каганата. В их числе оказывается и Суаны. Отныне Суаны становятся воинственным тюркским племенем. После распада Великого Тюркского Каганата на две части, Западной и Восточной, Суаны становятся одним из родов, вошедших в племенной союз Дулу, представители которого занимали видное место в западно-тюркском, а затем и тюркешском Каганате. В середине VIII века в Житесу разворачивается борьба за власть в регионе между тремя группировками – племенем Тюркешей, племенем Карлуков и племенем Огузов. В этой схватке воинственное племя Суан присоединяется к Карлукам и помогает им захватить всю территорию Житесу, образовав в 756 году Карлукский Каганат. С 940 года вожди Суанов становятся близкими советниками правителя государства Караханидов, пришедших на смену Карлукам. Особо хочется отметить, что племя Суан сыграло важную роль в походе Караханидов против династии Саманидов, правивших в Бухаре в 992 году. В 1210 году государство Караханидов было завоевано войсками государства Хорезмшахов. И начинается история целого ряда восстаний Суанов, хотя и неудачных, против правителей Хорезма. И кто знает, как бы закончилась история противостояния Суанов и Хорезма, если бы не вторжение Чингисхана, на сторону которого Суаны и переходят, сыграв значительную роль в завоевании монголами территории Житесу. После образования Монгольской империи Суаны были включены в состав Улуса, второго сына Чингисхана Чагатая, который поселил племя Суанов в предгорьях Алтан-Эмеля и на юго-восточной стороне Джунгарского Алатау, которые с тех пор и считаются традиционными землями Суанов. В 14 веке после распада Улуса Чагатая племя Суан входит в состав нового государства Могулистан, ядро которого составили родственные им племена дулатов. В 15 веке Суаны присоединяются к потомкам Урсхана, султанам Джанибеку и Кирею, оказав им поддержку в создании казахского ханства на территории Житесу. С тех пор история племени Суан неразрывно связана с казахским государством, на страже интересов которого они стояли и стоят до сих пор. Немало выходцев из племени Суан составляют гордость казахского народа и казахской истории. Среди них Ельтендебатр, полководец Салкам Жангирхана и герой Орбулакской битвы, когда 600 казахских батыров дали отпор 50 тысячам джунгар. А также батыры Багай, Сатай, Бюлек, Аралбай, возглавлявшие ополчение племени Суан в эпоху борьбы против джунгарского и китайского нашествия и сыгравшие большую роль в присоединении старшего жуза к России. А также Абльхан Хастеев, народный художник Республики Казахстан. Особо стоит отметить из прославленных сынов племени Суан выдающегося казахского оратора Кожбанбета Би, прозванного в казахском народе Ельхамынжиген Кожбанбет. Уже в 16 лет Кожбанбет был назначен главным бием приставки правителя Житесу в 19 веке Тентектуре. Именно Хожбанбет Би смог добиться передачи племени Суан пред горе джунгарского Алатау до Харгоса, а впоследствии именно он руководил переселением оставшихся на подчиненной Китаю территории родов племени Суан на берега реки осек Жаркентском регионе. Так выглядит вкратце история одного из главных племен старшего жуза казахского народа Суан. Тарихымызды білейк, тарихымызды силайық, және де қандай рудың өкілі болмасақты бірлігімізді сақтауға тұрысайық ағайын. Катер Катер